Приговор, приговор, мы вышли сюда против этой системы, против этой коррупции, которая у нас существует в городе Николаево. Значит, в приговоре, приговор построен на припусках и на предположениях, и на искажениях в оказании свидетелей. У меня есть стенограмма. Хорошо, что когда были заседания, производилась звукозапись. Значит, в приговоре пишется показание свидетелей, искаженной. Тут же я смотрю в стенограмме совсем другие показания. Это беспределные свидетели, даже при данных обстоятельствах. Говорят, что он не убивал, что не было преднамеренного настроения на убийство. Ребята ехали с парнем, который просил поговорить с его знакомым, который был рецидивистом, уголовником, наркоманом, который был, сидел за изнасилование, выбил челюсть товарища, изнасиловал его жену. Перед этим он сидел за разбой. Он был очень агрессивный. Поэтому Олег с товарищем Степаном поехали просто поговорить. Не было там предварительного сговора, как написал беспризванный. Прокуратура написала все вот это. Беспризванный, беспрозванный. Это все написал и написал. Дописал, что мой сын предложил своим товарищам убить этого человека, насильника. И они сговорились. Они согласились. Это неправда. Значит, как происходило действие. Они приехали. Этот пострадавший, утепивший, стоял за меня. Товарищи меня убивали. Он был пьяный. Один сын мой. Вышел из машины. Не группой. Один он вышел. Подошел. Подошел к этому уголовнику. Не успел и слово сказать. Как тот ногой давил то ли в живот и стал отголблять. И стояла машина. Товарищи. Товарищи этого. Потерпевшие. Мой сын в борьбе с этим уголовником упали на капот. В руках ничего не было моего сына. Они упали на капот, боролись. Упали на землю. Еще этот из такси. Да, такси машина стояла рядом. А говорит, что я думал, что это друг подошел. А подошел просто поговорить. Началась драка. Потом, видя, что такое происходит, Степан взял палку. Видит, что не один. Там подключался еще второй, который стоял рядом. Потерпевший. Степан выскочил с этой палкой. И началась грамма. Никому не хотела убивать. Это то, что логик. Сказал Степану, что он зарежет свою семью его. Маленький ребенок. Другой одетей. Что-то. Просто гнело. Просто он не хотела убивать. Убивать он палкой просто стукнул по голове и произошла смерть. Субтитры сделал DimaTorzok